На самом деле на данном этапе есть какие-то базовые вопросы, которые разработаны для оценки квалификационных категорий, но московский врач, мы должны понимать, это на порядок выше квалификация, поэтому там должны участвовать, по-видимому, из смежных дисциплин какие-то вопросы, и, конечно же, в определении этого звания должны участвовать и высшеучебные заведения, вузы, профессора кафедр, а не просто узкая комиссия департамента здравоохранения. То есть явно требуется расширение членов институционной комиссии для выборов звания московский врач. Должен быть набор каких-то вопросов, а может быть и клинических ситуаций, в которых должен претендент разбираться. И это все за круглым столом, с широкой научной общественностью и представителем практического здравоохранения. Ну, мы только в начале пути. Моя специальность пока еще в планах, но хирурги уже как-то поучаствовали в этом. Надеюсь, что часть, кто достоин, успешно поучаствовал. Бояться стоит, поскольку боязнь — это основа для развития. Если не бояться, то не надо дальше двигаться. Но тут должно быть некое сочетание, не только боязнь, а потребность в собственном совершенстве, в развитии. Ну, вот в этом плане уже были некие разговоры, обсуждения, что все-таки врачебное дело — это династийное дело. Вот как ни странно, те люди, которые принадлежат к династии, тут многие-многие поколения, вот у них боязни меньше, а желание познать получается больше. Удачи, удачи и удачи. И как можно меньше мне на экспертизу попадаться.